Обеды из трёх блюд и знакомый ретро-стиль. На станции Арбатской Филёвской линии после реконструкции открылось историческое кафе. Специалисты постарались воссоздать атмосферу знаменитого буфета, который работал ещё полвека назад. Интерьеры восстанавливали по архивным фотографиям и документам. А в меню включили все мои любимые блюда. Репортаж Натальи Смоленской. Что-то родное, не как западные образцы, а наше что-то советское. Бабушка с дедушкой рассказывали, как всё это было раньше. Наши люди сюда на такси не ездят в это кафе, только на метро. Попадают с платформы станции Арбатская. Светлая, типичная для столовых 30-х годов прошлого века. Плитка, массивные колонны, бронзовые люстры на металлических цепях в стиле сталинского ампира. И даже керамические выключатели из прошлого и плакаты. Буфет этот открылся в 68-м году. Здесь вот воссоздано то, как было раньше. Видите, обратите внимание, даже типа цепь. Цепь такая. Именно вот так висели люстры раньше. Я думаю, что не ошиблись ни в чём. Здесь, вы понимаете, символика символизирует вся Москва. Колонны стали видны. Я даже не замечал их раньше, что они здесь есть. Если что такое советское. И одновременно с этим новое. В таких Орсах или объектах рабочего снабжения в середине прошлого века обслуживали только сотрудников метрополитена. А здесь впервые уже ел не только тот, кто работал. Кормили и пассажиров, как и сейчас. И обслуживать это кафе будет также у нас Орс. Он сохранился ещё с начала работы метрополитена. Это отдел рабочего снабжения. Всё, как было. Вы видите, что форма на буфетчице. Добавили, конечно, сейчас немножко нового, чтобы здесь всё-таки продавать продукты. При этом ассортимент постарались сохранить того времени. За десятилетия интерьер не раз меняли. Вот так помещение выглядело в 2014-м. Пластиковая обшивка стен и железные столы. Теперь же плитка бежевых оттенков, перекликающаяся с цветом самой станции Арбатская. И мягкие стулья. Путь же к буфету почти за полвека не изменился. Выход из последнего вагона, из центра. Прежним осталось и меню. Беляши наши, знаменитые беляши. Здесь натуральное мясо, то есть натуральная обжарка в фритюре. ГОСТ соблюдается до сих пор. Мясо без добавок. Здесь готовят очень вкусно, на самом деле. Очень вкусные супы, разновидность очень большая. Котлеты. Супчики они жирные, на самом деле. Очень вкусные. Если мяса там очень много попадается. Перекусить уже можно и на платформе станции Выставочная. А в январе добавится еще один исторический буфет. На Бойковской. Наталья Смоленская, Агван Гусев, Дмитрий Сорокин и Юлия Антипова. Вести.